Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копеин. С нами на прямой связи по скайпу сегодня художественный руководитель Государственного академического театра имени Вахтангова, театральный режиссер Римас Туминос. Римас Владимирович, здравствуйте. 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 Один только человек из всех, все знают легенду, все иронично к этому относятся, но настолько же и серьезно, но никто не пробует это сделать, расследовать и понять. А только вот с крови немец, с детским взглядом он решается на такой поступок разгадать эту загадку. Это детская игра, которая привела к драме, к трагедии. Но никто не собирается, потому что русские знают, что можно и выиграть большие деньги, но это надо рисковать, лучше так пожить, покутить, проиграть, выиграть, немножко выпить. И какой-то такие, поболтать, ничего не делать практически, зачем, как-то само собой. А вот Герман, еще ребенок, и еще иностранная кровь немецкая течет. Что-то надо делать, разгадать, узнать, познать. Это такое самопожертвование. Вот вы говорите сейчас, и мне вспоминается одна французская песня, в переводе она так звучит, какой талант нужно иметь, чтобы взрослым мне не умереть. То есть нужен для этого талант, чтобы сохранить эту тягу к любопытству, опять же, к удивлению. Да, да, дай бог, что эти чувства не отупели, не ушли, не уходят. Я их не сдерживаю, но ищу в литературе, ищу. Вот даже сейчас это увлекает меня уже сколько лет. Это Герте Фауст. Вот там, черпающийся каких-то вот этой, этой веры, этих чувств, которые мне оставляют меня. Это чувство жалости к человеку. Мне как-то жалко людей. Жалко молодежи очень, хочется ей помочь, как они будут жить. Им сейчас труднее, чем нам. Там, чего хочется, все есть, соблазн много, сосредоточиться трудно. И в этом театральном мире так же происходит. Все быстро, все становится поверхностно, приблизительно, похоже на что-то. Подражание. Некогда вглубиться, не потому что нет времени, а потому что замена происходит. Такой сговор со зрителем. Зритель, мы его уважаем, мы обращаемся, что они умницы, они умные люди. Мы тоже умные актеры. Но договоримся, давайте. Неужели я буду мучиться? Вы поймите, это трудно. И вас мучить переживать, плакать, рыдать, смеяться, прыгать. Я только скажу, что я ее люблю, я тебя люблю, вы поймете. То есть сигналами жить надо, такими сигналами послать, сигнал зрителю. Зритель умный, он это поймет. И потому вот этот сговор, и в этом сговоре победитель, зритель, он хлопает. И когда говорит, что плохо прошел спектакль, он мне отвечает, а как принимали? А как зритель принимал? Он принимал потому, что увидел наивность, увидел, ничего сложного нет. Я тоже так могу, наверное. Он хлопает, зритель сам себе. Потому что это все было преподнесено, все это поверхностно. Ну, так мы привыкли жить. Молодцы, мол, не затрудняйтесь, не мучьте себя. И я не буду мучить. Проведем время так, знаками, такими обменами любезности. Хотя какая бы проблема не решали бы, мы только ее знаем, ее наметим, о ней поговорим. Но суть внутрь мы не пойдем дальше. То есть сегодня не время метафор, сегодня не время такого глубокого погружения в смысл, вы считаете? Да, к сожалению, да. Но, наверное, остались, в том числе и я, которые отстаивают вот это все равно. Но отстаиваю и буду отстаивать. Иначе не умею я, иначе я не жил и не буду, наверное. Вот этот мальчик, который в детстве возвращался с одной перчаткой, в этом ведь тоже можно увидеть некую метафору, можно посмотреть на это с точки зрения особенного ребенка. Почему вы всегда возвращались с одной перчаткой? Или, ну, если не всегда, то часто? Ну, часто, да. То ли шарф, то ли перчатка, то ли шапочка. Ну, что ты не замечал холода. Ну, это вот можно рассмотреть и социальный какой-то вопрос в этом. Жили трудно. Не каждый раз были шерсть, нитки, чтобы вязать. Опять и опять вязать. И социальный, можно, вопрос. Трудно жили, бедно жили. Так что любая потеря, она несет в себе такую вот утрату финансовую. Что-то ударило по семье, что-то потерял. Они бережливо очень все жили. И, конечно, игра в крепость, в войну, в замок, рыцарь, рыцарская, какой-то такой дух. Конечно, сочетание с бедностью, это очень, очень жгло меня. Очень интересно было. Бедность дома и замок снежный построен. Нами, со всеми, нами, с детьми, соседями. И вот я должен идти и находить перчатку шарфа, разрушить эту ночью. И, конечно, будет страшно и обидно, когда все соберутся утром опять. А замок, а кто разбил, а кто этот? А я так и не нашел. Так что эту перчатку я в этих ком, снежный ком, искал в ней свою перчатку, шарф или шапочку. Но так и не нашел. Так и остался спектакль, который этот шарф снежный ком подарил. Подавил им других. О любви и такой нежности, чистоте. Просто проявили памятник, живой памятник. Это девочка. Чистая, невинная девочка. На сегодня можно ли говорить о том, что вы человек без одной перчатки, работая в Москве, работая в Вахтанговском театре, если использовать этот образ? Да, как все мы теряем перчатки, так и сегодня очки. Телефоны сейчас, шарфы, зонтики. Все это, все маленькие потери продолжаются. Но перчатку буду искать. Все равно буду искать в других спектаклях. И даже в Готте Фаустусе. Где я могу сказать о себе. Я слишком стар, чтобы кешиться игрою. Но слишком юн, если, но слишком юн, чтобы отказаться от желаний. Желание есть, значит, живем. И жить надо ради другого. Я не имею в виду там. Ну, в театр так, я понял. Но это было очень еще, начиная или еще, начиная, как быть, как себя вести, как построить, как видеть театр. Но это очень медленно воплощалось только. И мы с Владимировичем, а почему... Это эпизод такой, который изменил взгляд на театр. Почему, на ваш взгляд, Фауст был спасен? Ну, вернее, Готте говорит нам, почему, да? Но вы как? Как это понимаете? Да. Да, гибель Крахви. Вагнера, Вагнера и бакалавра учителя. И самого Фауста. Да. Да, все вправо, все не так, все. Но какое-то безумие человека, оно окрашено все-таки желанием прекрасным. Из прекрасных побуждений это делается. Познать мир или вечно жить. Или изменить мир. Стремиться познать. Счастье, хотя и это невозможно, и трудно, и... Но вот это желание, это стремление вечного человека. Или, как у Чехова, быть счастливым. Это же смешно. Счастья нет. И не должно быть. И нет, и не будет. Но мы стремимся к счастью. Желаем друг друга счастья. Каждый раз, каждый раз желаем счастья, счастья. С детства меня счастья желали. И вот мы и дальше будем желать счастья. Ну, оно существует, как существует Бог. Но если тебя счастье не коснулось, и ты прожил, ну, не надо обижаться. Оно есть. Она мимо прошла. Но оно есть. Есть у других. Другие, наверное, себя ощущают счастливыми. Но в этом нету вечности. Нету конца человеческих познаний. Всегда оно кончается трагично. И это прекрасно. Как прекрасен долг жить. И должен быть прекрасен долг умереть. А роль Маргариты, женская роль в этом спасении Фаусты, насколько она велика, на ваш взгляд? Да. Только непонятно. Это же Елена втрое. Да. Из Антики. Или же это Маргарита. Или же это подобие Елены, когда мы видели ее не в молодости, а уже спустя там еще 20 лет. Кто же Маргарита? Может быть, та, которая не похожа ни на что, ни на юную леди, ни на юную девочку, ни на юную. А может, это уже как в Дон Кихоте. Дон Кихот нашел свою любимую, защищал. Ну, он же защищал уже какую-то такую, которая изменилась, очень состарилась. Которую мы сейчас защищаем в своей памяти своих сокурсников, своих школьников. И иногда не хочется видеть, потому что напоминает о твоей уже приближающейся старости. Так что непонятно еще мне Маргарита. Ну, интересно. Будет столкнуться с этим материалом, но материал этот поначалу пройдет или попробую. Я делаю это в Китае. Довольно интересно. Ни бога, ни черта, а как мы там разберемся. Что зло, что добро. Потому что они хотят этого. Но я тоже как-то отвлечься от Вахтанговского театра. Хочу, боюсь, стать пленником театра Вахтангова. Но вы ведь отвлеклись. В Большом театре вы помимо Пиковой дамы поставили Катерину Измайлову Шостаковичу. И вот, кстати, вы сказали о добре и зле. Мне интересно, какая добродетель, на ваш взгляд, есть в Катерине Измайловой? Есть ли она? Что вы видите? Да. Есть, знаете, есть. Есть общая такая дорога, дорога каторжников. Не только в финале, куда они попадают. Но я уверен, в усадьбе, не усадьбе, а имении, и в имении Измайлова мимо проходили такой путь, дорога, недалеко от имени. Мы каторжники. И они тут и не каждый день шли зимой и летом всей России, всей империи на каторгу. И они мимо проходили. И тут возникла мысль, наверное, что просветленная Катерина попадает в мир грубый, даже, может быть, средневековый, скажем, другими обычаями. Она, наверное, из Западной России, Катерина где-то. А уже где-то, как Москали, Московья, это уже черная Россия. Белая Россия была, там Псков, Петербург, Запад. Так вот, черная и белая Россия, конечно, я за Катерину, потому черная, черная Россия и побеждает. В конце концов, так исторически тоже случилось, что черная Россия взяла верх. Нам сейчас нужно будет сделать небольшой перерыв, а потом мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копейн. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня художественный руководитель театра имени Вахтангова, театральный режиссер Римас Туминас. Римас Владимирович, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в первой части сказали такую фразу, что я слишком юн, чтобы перестать желать. И я хочу вас процитировать то, что вы однажды сказали. Ты становишься счастливым человеком и находишь абсолютное счастье в том, что тебя покинуло желание. Вот так очень пронзительно, на мой взгляд, сказано, но вот мне хочется понять. Это может интерпретироваться, когда желание покидает тебя, интерпретироваться как какая-то стагнация или же как освобождение? Как вы это понимаете? Это момент освобождения. Это момент освобождения. Каждый раз этого ты желаешь. И я вспоминаю фразу, давно сказанную фразу Анатолия Васильева, когда еще в то время, советское время, еще я подружился даже с ним, ходил все время на репетиции к нему, наблюдал за выпусками спектаклей его, практически у него я и учился. Но он сказал, да, надо уходить из театра. Каждый день, я думаю, что надо уходить. Только он сказал, а куда? Только вот не понятно, куда уходить? Но уходить надо. Надо, чтобы тебя не мучило желание влюбить, влюбляться, ответственность, тревога за перспективу, планы. Чтобы не мучило тебя какие-то грехи прошлого. Нужно, чтобы и желание, и прошлое отошло бы, дало бы полную свободу. Но ограничить больше. Свобода есть, когда ты себя ограничиваешь во многом. Тогда свободно себя чувствуешь. Так вот, хочется еще себя ограничивать, 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 чтобы испытать чувство свободы. Но потом опять возвращается жизнь со своими всеми. Всеми сильнее ударяет, и ты получаешь какой-то удар, и от этого опять восстановление, и опять ты рвешься. Нет, не в бой. Я как-то уже живу, слава Богу. Но когда со мной были, или мне сказали мою болезнь, то, конечно, шок. Но как-то организм, потом психика мне выдавала через пять дней такую формулировку. Бороться не надо. Бороться нет, проиграешь. Только надо не сдаваться. Вот жить без борьбы я учусь довольно и живу уже 15-20 лет без борьбы. Но только живу тем, чтобы не сдаваться. А в чем разница не сдаваться и бороться? Я понимаю. Это звучит как же не сдаваться, не отказавшись от борьбы. Борьбы не бывает ни перемирия, ни мира. Но это возможно. Это возможно. Так как у Достоевского я актерам все говорю. Вот сыграйте, пожалуйста. Как сыграть? У Достоевского роман не одном описывает отношения генералов, идиотерами, с женой. И в конце концов он писал, писал несколько там страниц. Все надоело. Уже надо определить о их отношении. И он написал в одном фразе. Он так ее боялся, что даже любил жену. Как это сыграть? Но можно. Можно не сдаваться, но не бороться. Тоже можно. То есть это как у Довлатова, мне пришла сразу на ум его фраза о том, что у него был комплекс ее полноценности. Можно и здесь как раз привести. Да, да. Вот парадоксальные есть вещи, которые мы живем, но не замечаем, не осознаем, может быть. Ну а театр сегодня можно назвать территорией свободы? Да. Да, и должно так быть. И должно быть. Это территория. Это общество свободных людей. Должно. Но за это, опять же говорю, бороться не надо. Надо осознавать больше. И не поддаваться, не строить стены, заборы. Нет. Слушать нужно мир и все, что окружает, нужно. Но не вносить. Надо делать отбор очень, анализ, быть умными. Быть умными, ограничить себя во многом. И ты почувствуешь свободу, потому что ты даешь свободу, ты, возможно, даешь. Почему я люблю классику? Потому что это были очень конкретные люди, списанные писателями из жизни. Их нет. Они давно, давно в грубах. А ты, ты им даешь возможность. Они просят. Дайте взглянуть на меня, хоть на миг, на сегодняшний день. И ты это можешь предоставить. Только будучи свободный, открытый, честный человек, ты предоставляешь эту возможность. И они возникают, они возвращаются. А ты в большом ответственности, большой ответственность перед умершими. В современной драматуре нет истории. Нет гробов. Нет мертвых. Они не подкреплены жизнью истории. Они сегодня не пишут, не списывают из жизни, а придумывают. Вымысл это другое, как Пушкинга, а придумывают. Так что, вот эти придумки, все эти, знаете, сегодня... Я, может быть, я академичен, я слишком классический какой-то... Может быть, что-то не понимаю, но... Но я за дорогу к человеку. Это очень длинный путь к человеку. Очень долгий, длинный путь. Бунин ведь в окаянных днях дал такое обозначение русского человека. Из нас, как из дерева, либо дубина, либо икона. Вот эта вот ограниченность, о которой он говорил, от великого сострадания до, не знаю, великого разбоя, который свойственен, наверное, такая широта русской души. Согласны с ним, кстати? Да. Проявляется это в русском зрителе? Я даже пометил себе этого мнения. Пустил. Я даже записал, наверное, фразу. Скажу на сборе труппе. Напомню. Спасибо. В русском зрителе это, кстати, заметно? Вот это либо дубина, либо икона. Либо любят, либо ненавидят. Все на пределе. Да, это так. Потому что есть, существует верх и низ. Существует бог и существует ад. Нету прослой, нету середины, нет легкомыслия. В этом смысле хорошего такого равновешивания, моя легкомыслия, осознанная легкомыслия. Легкая. Может быть, и от этого нет. И между дубиной и иконой, да. Это вот определение очень точное. Вот вы сказали о дороге к человеку. И, как мне кажется, самые большие открытия про себя человек совершает как раз не копаясь в себе, возможно, а с помощью искусства. Вот это как литература, в том числе и театр, как музыка, как энциклопедия человеческой жизни. Да. Да. Вот я вспоминаю, что этот... Молодой я уже, зубы, проблемы с зубами. Я пошел утром, пасмурно было, рано утром, суббота. И кабинет врача, окно до пола. И видно улочка в Вильнюсе, старом городе, улочка. По улочке идет пожилая, очень пожилая женщина. Что-то там несет в руке, останавливается с палочкой. Опять она посередине этой улицы. И опять останавливается. А я уселся в кресло. Еще были такие кресла с ручками. И сцепился ногами тоже. И я самый был несчастный человек в тот момент. Сам себя жалел. И весь мир хотел, чтобы меня жалели. Потому что это были боли большие и так далее. Но вдруг я подумал, смотря на нее, мне помню, что ей, кому же хуже, ей или мне. Вот ей труднее, ей хуже. Что по сравнению, это моя боль, которую жду. И знаете, чудо произошло, мне не болело. Я все еще смотрел на нее, думал о ней. И так и осталось. И в театре, в искусстве не себя копаться в себе, выражать себя. Кто же тебя просил себя выраживать? И хочу себя выразить. Никто не просил ты выразить другого, вот эту бабушку. Вот эту, вот его старика. Ну, автора, вырази, его открыть. Вчитываться очень сложно. Ну, просто, но надо вчитываться в тексты. Вчитываться. А потом всплывает, как фонтан. Только бери, только ставь. Картины, метафоры. Все что угодно. Ничего придумывать не надо. Все есть. И мы не можем создавать. И нельзя, и бессмысленно создать театр. Мы только его открываем все время. Он уже давно есть. Он уже давно есть, как в всем нашу жизнь. Мы только так, как где-то что-то листья рассудили. А вот он в театре есть. Он есть давно. И выразить надо, выражать надо другого. Но при этом, если ты будешь очень честным, очень внимательным, читываясь, понимая эпоху, время, сегодняшний звук жизни, тогда и ты. И ты будешь ты. И ты себя найдешь. И ты будешь благодарен всему миру и автору, что тебя как-то обновил он, он тебя обогатил, он дал веру в жизнь, он просит. И он разрешение, ангел дает, что дальше работать, другой мы требуем. Но все равно я имею в виду классику. Вот вы о жалости сказали, и я вспоминаю то, как вы говорили о маме, вы сказали, что все, сентиментализм, интуицию и сочувствие вы приобрели от нее. И вот как раз о сочувствии, которое дается нам, как дается благодать. Можно ли назвать его высшим человеческим качеством? Да. Это безусловно. Этим жила моя мама. Отчасти всегда проверяюсь или разговариваю мысленно с мамой и с этими гениями режиссуры, как Эфросом, как многим еще режиссерами. Как будто бы я делаю, как будто бы они подглядывают и желал бы, что бы они сказали, что бы сказала мама, что бы она... Вот эти качества прекрасных человек. Им существовать надо помочь. Бродский писал о том, что если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Все-таки, если говорить о вашей работе в Москве, в столице, ну, в столице русского театра в том числе, вот этот взгляд со стороны, взгляд человека, который приехал из Москвы, который говорит на другом языке, ну, который язык родной является и так далее, это облегчает вам задачу? Облегчает вам путь к сердцу российского зрителя? Да, знаете, я как-то это... Я иногда пользуюсь этой такой суматохой. Я иногда говорю, как так нельзя? Почему? Что это такое? Ну, и как-то мне это разрешают, что ли, не обращают внимания на меня. А, иностранец еще тут будет шуметь, поднимет шум. Иоанн все равно ничего не поймет в нашей системе. Давай, пускай делает. Давай его не трогать. Так меня и не трогает никто. Даже жалко. Даже хочется, чтобы кто-то пришел, кто-то там запрещал бы или там высказывал бы что-то, что-то я бы мог бы-то вступить в диалог или там что-то. Ничего. Никто. Так и я. Не могу накричать только на себя. И хлопнуть дверью. Но через ту же дверь я должен войти и вернуться. Что нет никого. Нет никого. Но есть жизнь. Есть жизнь. Есть прекрасные авторы. Как Толстой, который я сейчас собираюсь. Тексты проверять с текстами, читать с актерами тексты. Может быть, что-то и выйдет. Не хочу еще ничего сказать. Но может быть, мы приобретем, найдем, откроем путь. Не создадим тебя этого, но, как я говорю, откроем. И, может быть, нас примет ангел с войной и миром на сцену. Вы чувствуете себя одиноким в профессии? Потому что нередко приходится слышать от людей, которые занимаются и режиссурой в том числе, что это одна из самых одиноких профессий. Потому что ты вроде с людьми, но ты и не с ними в то же время. Потому что ты над процессом. Как говорили о капитанах подводных лодок «Первый после Бога». Вот к режиссерам это относится? Знаю, что раньше определяли, что самая рискованная профессия – это летчика-испытателя и режиссера. Это да. Летчик-испытатель, он один в самолете. И спасти никто не может. Можно только спасти. Так и режиссуре. Наверное, потому что те персонажи, которые преследуют, я их называю по именам, актеры, которые играют. Я называю актера, обращаюсь по именам. Если он играет Елену, так я и обращаюсь к Елене. То есть в этом смысле контакты прекращаются личные. Ты всегда остаешься с теми далекими и забытыми, и умершими, и с теми, но живыми автора приподнятыми. Ты общаешься, ты живешь этим, и ты становишься один. Ты один, да, ты один, и слава Богу. И когда начинаешь ставить спектакль, как Евгений Онегин, все исчезает в театре. Ты стоишь один. Никто не знает, чего ты хочешь. Музыка исчезла, все исчезло, все помощники исчезли. Все, ты один. А все, полагаешься, вот театр, вот. Создам я мозг театральный, который внутри театра самых именитых людей пригласить. Философа, психолога, не знаю, историка. И с ними общаться, консультироваться, с ними делиться. Но нет. Все равно. Лучше одному. Это такая, да, профессия одиночки. Ничего страшного. Ничего страшного. В этом ничего страшного. Даже приятно. Такое приятное одиночество, когда Маркес сказал, ну нету, нету такой темы одиночества. Хотя он сам сто лет одиночеством писал. Он утверждал, что нету такой темы, отдельной темы, как мы привыкли. О чем ставить себе спектакль? Об одиночестве. Это нет. Это натуральное, нормальное ощущение человека себя. То есть быть одиноким. По одиночке умираем. Сейчас не... Ну, так и рождаемся по одиночеству. Так что оно нормально. И хочется этого одиночества. Это не грусть, это не что-то, не депрессия. Это одиночество прекрасное. Это медитация своеобразная. У нас звонок есть сейчас, у тебя слушатель. На линии до было. Пожалуйста, я напомню, телефону прямого эфира. 612-193-9 и 612-13-93-9. Здравствуйте, задавайте вопрос. Добрый день, Александр. Очень коротко, пожалуйста. Да, скажите, пожалуйста, главное, все-таки люди. Скажите, как изменились москвичи? Вот Булгаков заметил, что они люди, как люди, способны к состраданию, даже иногда могут помочь. Но вот квартирный вопрос их испортил. Москвичи на это обижаются. Говорят, что он неправильно сказал. Как вы думаете? Спасибо. Спасибо. Квартирный вопрос испортил. Спасибо за вопрос. Да, я вспоминаю и понимаю, как жили. И хотя очень трудно об этом говорить по ощущениям, по восприятию из Булгаков, из других писателей. Можно определить. Я с сегодняшнего дня не знаю жизни. Оно меня очень интересует, сегодняшний день. Но все-таки живой человек. И я вижу москвичей всех. Но скажу, что помочь или соучаствовать, поучаствовать, это все уже становится редким качеством человека. Потому что Москва город не для жизни. Вот если у меня есть работа, недалеко квартира, театр, квартира, театр, квартира. Изредка еду на юбилей, на премьеры. Выезжаю в других. Но люди жестче стали. Люди стали, может, нервные и какие-то мстительные. Какие-то больше мстительные. Разрывают связь между собой. И не может остановиться. И не жалеют об этом. Какой-то добивается какого-то дна, какого-то достичь, какого-то краха. Чтобы потом воскреснуть и друг друга найти. А показ, что никому никто не нужен. Полнотрецани. Вот тут театр нужен. Тут театр нужен. Который вот 1100, 1200 каждый вечер. И я надеюсь, этот театр объединяет хоть на 2-3 часа. И они становятся, может быть, больше ощущением, что есть общины, могут быть. Но в этом идее театра, чтобы человек, москвист, часто и гости, чтобы он поверил в себя, что он нужен в жизни, нужен. Ты не обозлишься, ты не стань каким-то мстительным, каким-то враждебным. Ты нужен. Потому что многие считают, что он незаметен, он не нужен в жизни. Отсюда зло. А вот как-то сказать, пригласить в жизнь, что ты нужен. Ты очень творческий человек. Ты тоже можешь быть творцом. Не мы. Нас только выбрали быть. Но мы выбираем тебя, зрители. И приглашаем. И ты можешь почувствовать, хоть на секунду, что ты бессмертный, что-то, и существует вечность, существует доброта. И не могу не вспомнить Лессинга, который сказал, что театр должен гладить ухо и ласкать глаз. А при всех проблемах. Драма была бы трагедия или комедия. Красота. Это такая, кажется, легкая штука. Такая безответственная. И легко достижимая. Нет. Наоборот. Очень сложно. Это не декоративную красоту, а вот глубину, чтобы человек засиял, засветился бы, красивым стал. Красивым творцом. И этим привлек бы зрителя, что можно красивым быть, красивым человеком. И отказаться от грубости, от жадности, от мести, от злобы. Но вот в этом красота театра сегодняшнего дня. Спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонян доступны». Да, кто сказал, извините, как дерево. Это Боня на каянные дни. Боня на каянные дни. Либо дубина, либо икона. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания.